Каким бы скучным был мир, поделись он только на черное и белое. Это понятно даже ребенку. И все-таки, почему бы в честь неофициальных праздников, посвященных обладателям белых и черных волос, не спровоцировать немного прохожих? Смотрите, скоро будет международный день брюнеток, а потом международный день блондинок. Что? А почему? Для меня брюнетки. Чисто визуально? Ну, не знаю. У меня с детства как-то блондинок не очень. Брюнетки, конечно. Так, а почему несоответствие у нас тогда такое? Не идет, не идет. Брюнетки больше нравятся мне. Брюнетки больше нравятся? Пошло бы обязательно брюнеткой было бы. Понятно. А как считаете, внутренние качества человека зависят от того, какой у него цвет волос? Однозначно нет. Вот скажите, у вас натуральный цвет волос? Неоткрашенные. Все симпатичные по-своему. Я считаю брюнеток. Так, ну а почему? Ну, потому что, по-моему, вкус 100. Совпадают. Блондинки мне не очень нравятся. Я сегодня никому не нравлюсь. Да нет, не в зависимости от человека. Ну, если по человеку судить, ну, то есть душа они по волосам ценят. А скажите, кто лучше, брюнетки или блондинки? Брюнетки. Брюнетки? Ну, конечно. На самом деле, блондинок на планете Земля очень мало. И появились они благодаря мутациям генов. Доминирует темный цвет волос и карие глаза. Так что блондинки в меньшинстве. А к 2220 году они рискуют вообще перестать рождаться. К счастью, у нас есть перекись водорода и другие оксиды. Вот облегчение. Зелеными или сильными волосами. А брюнетки и блондинки – это все банально. Ну, дофига. А вот когда зелеными волосами, это интереснее, синими. А вы считаете, внутреннее качество человека зависит от цвета волос? Ну, я считаю, да. Хотя вряд ли, скорее от имени больше. От имени? От имени, да. Или просто от числа когда-то уроки? Нет, от имени. Потому что все Сережи одинаковые, все Денисы одинаковые. Ну, они все одинаковые. Игорь все одинаковые. Так что не от цвета волос. Самая известная блондинка Мерлин Монро не была велокурой от природы. Она красилась. Хитрая Монро отказывалась сниматься в фильмах, где по сценарию были блондинки помимо нее. Маркетинговый ход актрисы настолько удался, что образ глупышки прочно прикипел к женщинам со светлыми волосами и породил целый анекдотический жанр. Считается, что к брюнеткам мужчины относятся более серьезно, считая их трезвомыслящими и более эксцентричными. Все по той же статистике мужчины склонны брать в жены именно брюнеток. Не, ну давайте отвлечемся от этого. Ну, давайте отвлечемся. Я вот этой новости вообще стараюсь не смотреть. Вот тем более. Поэтому скажите, джентльмены предпочитают блондинок или все-таки брюнетки поинтереснее? Сложно говорить. Все ли они такие? Разве можно так говорить? Блондинка, блондинка. Некоторые перекрашенные хотят быть блондинками чисто именно так. Понимаете? А там они не блондинки. Вот что они делают. Чисто визуально. Как лучше? Ну, когда темные волосы или светлые. А, вот так вот это, ну, не знаю, мне больше нравится темные, наверное. Скорее всего, я ближе к этому. Но на самом деле спорить здесь, конечно, не о чем. Мир прекрасен своим разнообразием. Ну, а ЧБ это всегда стильно. В конце концов, как сказал один из запрошенных, главное, чтобы зубы были на месте. Принимайте себя такими, какие вы есть. Вы вот кого предпочитаете, скажите, брюнеток или блондинок? С чистой душой и совестью. И какая блондинка, лишь бы не зеленая глаза и не редкие зубы, а то врет. Татьяна Колганова, Евгений Стародубов. Новости Искровект. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова